Пятый канал представляет Ну всё? Да здравствуют выходные! Ты что будешь делать? Ну, с ребёнком буду, он же на неделю меня почти не видит. В зоопарк пойдём, а ты? Тот человек, с которым я на сайте познакомилась, меня с палаткой на озеро пригласил. Серьёзно? Поздравляю! Ну, ты наконец-то можешь сказать, как его зовут? Нет, пока не скажу. Любка, тебе наконец-то должно повезти. А куда на озеро? Где ты там срочина? Только я вот думаю, там, наверное, очень холодно будет, да? У меня спальника нет. Так я тебе дам? Да? Да. Ой, спасибо, Сандра, ты настоящий друг к ней. Ты что, купаться? Вода холодная. Потом согреешь. Сашка, давай сюда! Ой, Саш, я что-то туда, может, туда споткнулся? О, это что-то такое тяжёлое! Помоги! Давай, помоги, а! Какая дёжисть, а! А-а-а! Следов насилия я не обнаружил, но в воду девушка была погружена уже мёртвой. Ну, без сна предположить, что смерть наступила в результате отравления. Чем? Чем? Это мы узнаем только после вскрытия. Понятно. Вот. Так, ну, а приблизительное время смерти? Ну, где-то двое суток назад. Может, чуть больше. Так, это у нас сейчас понедельник, значит, получается в субботу, да? Или в ночь, с пятницы на субботу. Угу. Ну, то, выходные дождь прошёл. Всегда в волочении ничего не осталось. Антон, ты нормальный? А чего такого-то? Вон меня добрые люди угасили. Добру же не пропадать, ничего. Документов и телефона тоже нет, как я понимаю, да? Нет. Ну, то, личность по отпечаткам будем останавливать? И как? Не знаю, доложим голова, но пусть решает. Может, даст информацию в СМИ. Глядишь, кто-нибудь откликнется. Между прочим, у нашей маникюрши Риты муж сам готовит. Ага, ничего себе. Подойди-ка, а откуда у Ритки муж появился? Недавно вышла. И очень удачно. И готовит он каждый раз что-нибудь интересное. На завтрак яйцо пашот. На ужин кольца кальмара. Да. Надо же. Вот что значит удачно выйти замуж. Да, он ей еще и стихи пишет и поет романсы. До утра? С ночи поет. А ты знаешь, что, между прочим, такие? Не могут гвоздя забить. А он все умеет. Вон, на кухне ремонт сделал. На очереди ванная. А это Рита. Твоя не врет? Так не соврешь. У нее каждый день глаза блестят. Это только я вру, что у меня все еще лучше. Здравия желаю. Доброе утро, Андрей Борисович. Доброе утро. Доброе утро. О, доброе утро, Андрей Борисович. Ну что, какие новости? Тут девушка подала заявление. Говорит, СМИ писали, что в районе Рощина труп в озере нашли спальники. А у нее подруга после выходных второй день на работу не выходит. И телефон не отвечает. А с чего это она вдруг решила, что это ее подруга в ее спальнике? Она как раз накануне выходных давала подруге спальни для ночевки на озере. Главное, лежит там как живая. Александра, скажите, пожалуйста. Сандра, можно Сандра? Хорошо, как скажете. Сандра. А Любовь, она была общительным человеком? Не то чтобы у нее здесь из родственников никого не было. Все за Уралом. А с мужчинами ей вообще не везло. Подождите, ну вы же сказали, что на озеро она как раз с мужчиной поехала. Да, в том-то и дело. Она так радовалась, что ее впервые позвали в такую романтическую поездку. И как они познакомились с этим мужчиной? Тоже очень романтично. Люба в разделе о себе на сайте беседка написала, что она ходит на курсы личностного роста в ДК Ульяновых. Там-то он ее и нашел. Так как звали этого романтичного мужчину? Я не знаю. Я спрашивала, но она не отвечала. Наверное, боялась, что сглазят. А вы думаете, это он ее утопил? Он маньяк. Пока идет следствие, но мы все выясним. Сандра. Погибшая. Голубкова Любовь Андреевна, 25 лет. Работала оператором в банке «Памир». Смерть наступила от отравления высокой дозой снотворного. Так что, самоубийство? Ну, здрасте, приехали. Поехала на романтический уикенд. И что, самоубийство? Вряд ли. Вряд ли она приняла снотворное, застегнулась в спальник, а потом погрузила себя в озеро. Ну, кто-то же ее туда погрузил. Вопрос, кто? Ее спутник или ревнивая соперница? А вот что касается спутника, раз он с сайта знакомства выяснил, кто это? Ну, я посмотрел переписки погибшей. Там нет никакой информации о новом знакомом. Видимо, мужчина шифровался и не хотел светиться. А по словам подруги, подцепил Любу где-то на каких-то курсах. Так, стоп. Кто опознал Любу? Александра Белкина. Она тоже работает в банке «Памир». Там они с Любой подружились. Называет себя Сандрой. Ну, это нормально. Сандра Александра. Так, подарила подруге спальник, а потом отслеживала криминальные новости. Как-то странно, да? Так, вот и досье на эту Сандру. Значит, Белкина Александра Сергеевна, 28 лет, разведена. Живет вместе с пятилетним сыном Матвеем и с братом, Колесом Данил Сергеевичем. Он промышленный альпинист. Так, если у нее есть сына, значит, ты муж был? Кто бывший муж-то? Муж? Сейчас, секунду. Бывший муж Белкин Степан Александрович. Он работает уличным продавцом сувениров. Ну вот, давайте-ка мы за этими сувенирами, понимаешь, за сюрпризами и без капризов. Где он? На Ваське, что ли? Андрей Борисович, у меня документы на подпись. Пойдем. Кузя, учи меня это, стихи писать. Так, зачем не спрашиваю, но про что? Ну, не знаю, что это узнать. Про любовь, например. Про любовь? Ну, для начала выбери размер. Ага, ну, мне небольшой. Да я про стихотворный размер. Ну, там, ямп или хорей, ну, что-нибудь попроще. А еще попроще. Еще попроще. Еще попроще взять что-нибудь общеизвестное. Например, буря мглою небо кроет. Это, кстати, хорей. Вот. Либо мой дядя самых честных правил. Это уже ямп. Вот и все, и вперед. Пиши первую строчку. Да? Так и пишу, значит. Мой дядя самых честных правил. Ты чего, Тимур? Это Пушкин уже написал. Нет, ты в этом размере, ну, свое пиши. Открываешь генератор рифмы, вперед. Вперед. Легко сказать. Да мне проще вон, вооруженного до зубов маньяка поедешь подворотни взять. Что мы рассчитываем найти в квартиру убитой девушки, кроме отпечатков? Чего? Ну, что повезет. Ну, пока ничего подозрительного-то я не вижу. Так. Две женские футболки. Ну, и что? Да ничего. Ничего. Кроме того, что две женские футболки, размеры разные. Зачем обе эти футболки одной женщине? Тимур, ну, а тебе-то про какую любовь-то? Счастливую или несчастную? Да я не знаю, Андрей Борисович. Мне уже хоть про какую-нибудь. Вот. Есть отличный старинный цыганский романс. Отойди, не гляди. А-ка, напоёте? Ну, давай. Для меня ли твоя красота, посуди, денег нет у меня, одна тяжесть в груди, отойди, не гляди. Спасибо, спасибо. Все. Ребята, идите, работайте. Браво. А у тебя что, тоже любовь? Да, любовь, любовь Голубкова. В общем, в квартире Любы обнаружены отпечатки Любы. Так странно было бы, если бы там не было бы. И обнаружены многочисленные отпечатки неизвестного и Александры Белкиной. Ну, она же Сандра. И одна из футболок тоже принадлежит Сандре. Да, что же они там делали-то втроём? Вместе с неизвестным. У меня были ключи от квартиры Любы. Она дала мне их для встреч с любимым человеком. И когда вы там встречались? Иногда в обед, иногда вечером, когда Люба уходила на курсы личностного роста. А почему вы встречались именно на квартире у Любы? Потому что у меня места для встреч нет, а он живёт на окраине, долго ехать. Люба рядом со мной и с работой. Ну, не надо тратить время на дорогу. Ну да, очень удобно. А что вы смеётесь? Я... У меня ребёнок вечером ждёт, когда у меня нет, с ним брат сидит. А надолго запрягать как-то не очень. Ну да, согласен. И как зовут вашего любимого человека? Евгений. Евгений Горский. И чем он занимается? Он врач. Какой? Красивый. А, ну. Фото есть? Есть. Можно? Действительно. Врач. Спасибо, доктор. Всего доброго. Евгений Львович. Здравствуйте, капитан Бубнов. Это я вам звонил. А, да, слушаю вас. Скажите, вам Александра Белкина знакома? С Сандрой знакома. А что случилось? Да ничего. Просто хотел бы узнать. Правда, что вы с ней встречались на квартире у её подруги? Правда. А что-то не так? Да всё так. Но вы эту подругу знаете? Нет, даже ни разу не видел. Она просто с Андре ключи оставила от квартиры. Ну что, даже не знаете, как её зовут? Не интересовался. Ага. Ладно, тогда у меня будет вот такой вопрос. Что вы делали в эти выходные, начиная с вечера в пятницу? Дома был. Приводил в порядок карты больных. Да и погода была такая, прям скажем, никакого желания куда-то уходить не было. Ну да. Вы не имеете права не принимать заявления. Я такой же законный родитель, как и моя бывшая жена. Вот вы тут пишете. Хочу отобрать ребёнка, потому что она размещает объявления на сайтах знакомств. И что, этого недостаточно? Это же разврат! Это опасно для ребёнка! Что происходит, а? Чё кричим? Драки нету. Не принимает заявления. Вот, товарищ майор. Кто? Товарищ Белкин! А вас-то нам и надо. Продайте мой кабинет, пожалуйста. Всё в порядке. Проходим, проходим. Вперёд! В озере обнаружено тело сотрудницы банка «Памир» Любови Голубковой. Девушка скончалась от высокой дозы снотворного. Выясняется, что в квартире Любови её подруга Александра Белкина встречалась со своим возлюбленным Евгением Горским. На Горского совершается покушение. Да, повезло вам. По касательной пуле прошло. Остальные два выстрела вообще мимо. Мазила. Тимур, что там у тебя? Калибр девять на восемнадцать. Рискну предположить пистолет Макарова. Ну что? Подозреваете кого-нибудь? У меня есть один недруг. Сын пациентки. Ромашин Марк. И что вы не поделили? Ромашин утверждал, что я неправильно прочитал кота его матери. Якобы пропустил симптомы онкологического заболевания, из-за чего пациентка потеряла кучу времени. Её состояние резко ухудшилось. Отставьте нас на минутку, а? Так, скажите, этот Ромашин, он ошибался? Естественно, я их сразу направил на дополнительные исследования. Они сами тянули резину, но у нас всегда доктор виноват. Этот Ромашин, он вам лично угрожал? Да. Разбушевался. Сказал, так этого не оставят. Потому и вспомнил предел. Понятно. А нападавшего успели разглядеть? Я же сразу упал, а он уехал. Вы понимаете, что сайты знакомств — это случайные связи? Ну, это как пойдёт. Что пойдёт? Сандра встречается непонятно, с кем он ребёнка бросает на брата. Спокойно. Спокойно. А что, брат против? Да это не важно. Да в любом случае. Если ей какие-то мужики дороже, чем собственный ребёнок, так пусть мальчик будет с отцом. А с чего вы вообще взяли, что Сандра ищет мужиков в интернете? Да она этого не скрывает. Она мне даже посоветовала, ты, дескать, найди кого-нибудь. Успокойся. Она дура считает, что сайты знакомств — это очень современно. А если вы так ребёнка любите, с чего же с Зимитой ушли? Да это не я ушёл. Это они меня ушли. Сандра и братец её. Добрый день. Добрый день. Это вы мне звонили, видимо, да? Да. Извините, что отвлекаю от работы. Есть несколько вопросов относительно вашей сестры. Скажите, пожалуйста, а правда, что Александра, ну, находила мужчин, так сказать, на сайтах знакомств? А что из такого? Она пытается устроить свою жизнь. Вот какое-то время назад она даже познакомилась там с очень приличным человеком. Вы его знаете? Нет, Сандра нас ещё не знакомила, но мне кажется, серьёзно. Она даже надеяться на замужество. Данила, как я понял, пока она, так сказать, с ним встречается, вы сидите с ребёнком, да? Да, так я же не против. Я люблю своего племянника. А почему ваша сестра развелась со своим бывшим мужем? Вы бы видели его. Он же припадочный, как баба истеричка. Для меня вообще загадка, зачем Сандра за него замуж вышла. Марк, а это правда, что вы угрожали доктору? Ну, может, и договорил что-то сгорячее. Ну, так вот, сегодня на него покушались. А вот видите, значит, я не одинок в своём справедливом гневе. А скажите, а где вы были сегодня? В 17.30. Ходил в магазин за продуктами. Ага, на электросамокате? С чего вы взяли? Я вообще на самокате не катаюсь. Наоборот, шаракаюсь от них. А стрелять вы умеете? Тоже нет. Слушайте, я действительно сердит Нагорского. Но убивать его, вот, ей-богу, не собирался. Мне за мамой ухаживать надо. Ну, я, конечно, не психолог. Да, это точно. Ой, очень смешно. Ну, не мог этот Андреевич Ромашин-то, клехо, напасть Нагорского. Ты запись из камер взял, не психолог? Так, Андрей Иврич, я ж там был, я Кузе его отдал. Да, да, открываю. Подождите, ну, это точно не Ромашин? Ну, вообще, это похоже на девушку. Так, ну, номера есть, это уже хорошо. Осталось выяснить, где и на какой номер телефона взяли этот самокат перед покушением Нагорского. Вот, идите и выясните, где в это время была Сандра. Свободны. Андрей Иврич, можно, это самое, вы мне сегодня с утра этот роман напевали. Помните, вот это вот «Уходи», «Гигуди» или что там? Для меня ли твоя красота, посуди, Денег нет у меня, Одна тяжесть в груди, Отойди, не гляди. Оксане, понравится? Да? Конечно. Спасибо. Давай. Ага, потом расскажу. Успехов! А, дверцу чинишь? Молодец. Пришла уже? Да. Ты, 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 погоди, не подходи. Сейчас. Погоди, не подходи, ты. Сейчас, текст вылетел, сейчас. Подходи, не гляди, да не гляжу, я не гляжу. Ну, че ты, ты что, я же спеть хотел. Слушай, я просто с ног валюсь. Давай поужинаем и спать. Ну, хорошо, ладно, давай. Только я спать не пойду, у меня есть кое-какое дело. Дело? Да. Какое дело? Роман сразу учивать? Тимурчик, не обязательно. Не-не-не, другое. Вы сразу скажите, что вы хотите знать. Я домой спешу, у меня ребенок ждет. А вы сразу скажите, где вы были сегодня в 17.30? На работе, в банке. Что случилось сегодня в 17.30? Так, Сандра, кто это может подтвердить? Да, оператор в соседнем окошке. Хорошо, это мы проверим. А правда, что вы с Горским познакомились на сайте знакомства? А это наказуемо или, может быть, это имеет какое-то значение? Как сайт называется? Беседка. Мне его как раз Люба посоветовала. Я могу идти? Нет. Я все равно пойду. Так, я люблю тебя. Как? Отчаянно, отчаянно. Так. Отчаянно, нечаянно, случайно. Нет. Так. Я люблю тебя. Безумно. 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 Сандра? Сандра. В озере обнаружено тело сотрудницы банка «Памир» Любови Голубковой. Девушка скончалась от высокой дозы снотворного. Под подозрение попадают подруга Любови Александра Белкина и возлюбленный Александры Евгений Горский. На Горского совершается покушение. Александра убита. Дима, я сумочку проверил. Телефон, документы, деньги и все на месте. На ограбление не похоже. Это и так понятно. Смерть наступила около часа назад. От удара тупым тяжелым предметом левый висок. И с правой стороны рассечение. Но это с крови. Всего от удара об асфальт. Я на работе задержался. Попросил соседку забрать ребенка из садика и посидеть с ним. С Андре позвонил. Когда звонили, где она была? Еще на работе. Сказала, чтобы торопиться домой. Да, и мне сказала, что торопится к сыну. Ну, черт. Всего час назад с ней разговаривал. А вы случайно не знаете, может быть, у нее здесь была назначена какая-то встреча? Нет. Ни о какой встрече не говорил. Сестренка. Милая моя. Доброе утро. И что ты тут всю ночь делал такое таинственное? Оксаночка, я же хотел тебе завтра приготовить. Ну, просто уже часами не уследил. Оперативники часов не наблюдают. Ну, это что-то новенькое. Оксана, я починю. Я вот закончу одно дело и починю. Ну, и какие версии? Кто убил Сандру? Ну, самая простая, бывший муж Белки. Ну, это на поверхности. А если Горский? Он указал на Ромашина для отвода глаз, а сам был уверен, что на него покушалась Сандра. И тем самым решил себя обезопасить. Да, нормальный такой способ себя обезопасить. Ну, а что? Мы же не знаем, какие у них были взаимоотношения на самом деле. Ну, мы и про брата ничего не знаем. Может, он ее убил. Ну, а ему зачем? Что? Надоело с ребенком сидеть? У брата, кстати, алиби нет. А у вас версии нет. Второй день место с дела не двигается. То есть, у нас уже второе убийство и еще одно покушение. Ну, почему, Андрей Борисович, кое-что удалось выяснить. Например, кто брал самокат на прокат? Это была Зинкевич Яна Владимировна, а она администратор в тире. А, вот как. Взяла самокат, взяла пистолеты. Что, вперед? Какое отношение Зинкевич Яна Владимировна имеет к этой компании? А она тоже размещает объявление на сайте знакомств «Беседка», где были и Любовь, и Сандра. Ну, вот, уже что-то. И почем такая? Пять тысяч. Сколько? Пять тысяч. Тогда понятно. Где были вчера около девяти вечера? Дома было что? В это время Сандра была убита. Так-то. А я ведь говорил, что эти сайты знакомств до добра не доведут. Даже не спросите, как это произошло? Какая теперь разница? Знаете, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо никак. Кроме правды. Что? Либо хорошо, либо никак. Какой правды? По-вашему, кто я мог убить? Ну, кто-нибудь с этих сайтов знакомств. Они же там все маньяки. Ну, какой нормальный человек будет себе искать женщину в интернете? Тем более для нормальных отношений. Ясно, что теперь для пакости какой-нибудь? Это как для кого? Ладно, ясно. Евгений Львович, стойте. Доброе утро. Да, утро добрым не бывает. Вчера вечером Сандру убили. Сандр? Как? Вот так. Как это случилось? Ну, а где? У подъезда, прямо около дома. Поэтому вынужден спросить. Вы вчера вечером около девяти часов где были? Восемь у меня был последний пациент. Около девяти я освободился. Шел домой. Так кто же я мог убить-то? Вы никого не подозреваете? Это тяжело кого-то обвинять в убийстве. Или даже подозревать. Ну, наиболее вероятный бывший муж. Насколько мне известно, он очень хотел забрать ребенка. Ага. А Яну Зинкевичу знаете? Нет, впервые слышу это имя. Ох, Сандра, Сандра, как мне будет его не хватать? Ой, Дима, если Яны нет по месту регистрации, это ничего не значит. Многие так живут. Ага. И телефон отключают, да? Да. Ну-ка, иди-ка. Простите, пожалуйста, а вы здесь живете? Здесь, а что? Не поможете нам? Капитан Красавченко, Петровский РОВД. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Яна Зинкевич знаете? Она здесь живет? Здесь, здесь. Да, конечно, знаю. Вот, отлично. А что вы можете сказать о ней? Вежливая, здоровается. Но только замкнутая какая-то. Одинокая. Угу. С чего вы взяли? Ну, Яна всегда одна. Ни друзей, ни гостей, ни молодого человека. Странная это. Вроде симпатичная. Никого не нашла себе. Здравствуйте. Добрый день. Капитан Красавченко, старший лейтенант. Здравствуйте. А Яна хорошо стреляет? Она иногда упражнялась, но не достигла каких-либо больших результатов. А пистолет в системе Макаров? Да, у нас Макаров. А что вы знаете о личной жизни Яны? Ничегошеньки не знаю. Она молчит, а к ней сюда никто никогда не приходил. Я люблю тебя безумно. Может, это неразумно. Ну, как? Нет, не пойдет. Почему? Ну, как, Тимур, во-первых, почему любить безумно неразумно? А во-вторых, однокоренные рифмы, Тимур, это не камильфо. Камильфо, не камильфо. И вообще, что это значит однокоренные? Слова безумно и разумно имеют один и тот же корень. Ум. Уважающие себя поэты так не пишут. Так, Володя, тебе удалось определить елокацию Яна Изенкевича? Да, удалось, Андрей Борисович. Буквально пять минут назад я как раз пообшел. Ну, в общем, она в загородном поселке, там дача ее бабушки. Кому скинуть адрес? Тимуру скинем. Да. Какой фигурант? Давай, проведи ко мне в кабинет. Ага. Кузя, погоди. Может, ты напишешь, а? Твоей жене? Ты издеваешься? Понятно. Значит, я пропал? Не знаю, важно ли это, но я вспомнил. Присаживайтесь. Спасибо. Прошу. Ну так, и что же вы вспомнили? А, в пятницу накануне выходных я был в клинике, забирал документы матери, потому что с этой клиникой мы прощаемся. Значит, другую нашли? Ну, это не трудно. Вы сказали, вы заходили в клинику и... И видел, как у входа с Горским ссорилась девушка, ну, молодая женщина. А о чем ругались, не слышали? Нет, слов не разобрал, но она была в ярости. Видимо, Горский тоже с кем-то из ее родственников на косячем. Угу. Давайте-ка попробуем узнать девушку. Смотрите. А назад? Вот она. Вот это. Да? Ну что, вроде здесь. Да, вроде здесь. Ну что, дверь в доме открыта, значит, кто-то есть. Ну да. Хозяева! Оу! Ты видел, откуда стреляли? Нет. Ну что, посмотрим? Давай. Ну что делать-то будем? Я не знаю. Надо подумать. В озере обнаружено тело сотрудницы банка «Памир» Любови Голубковой. Под подозрение попадают подруга Любови Александра Белкина и возлюбленный Александры Евгений Горский. На Горского совершается покушение. Александра убита. Покушение на Горского подозревается Яна Зинькевич. Оперативники выезжают на задержание Яны и попадают под обстрел. Ну что, ушла. Там окно открыто. Ну-ка, давай за ней, я в обход. Стой! Стрелять буду! Стоять! Давай бросай оружие, а то больно будет. Вот умница, молодец. Не дергайся. Так. Ну-ка, пошли. Пойдем-пойдем. Сопротивление. Давай, давай, сейчас ты на донку приплывешь. Я разместила на сайте объявление. Указала место работы и Горский без звонка пришел к Тиру. Представился когнитивным психологом. Хорошо. И где проходили сеансы? У него дома. Только это были не сеансы, а занятия сексом. Подождите. Занятия сексом с психологом? Он сказал, что у него такая методика. Эротический перенос. Нет, ну, вы меня извините. Ну, вы же взрослый человек. Вы же не маленький ребенок, в самом деле. Да я влюбилась в него. Ну, это, конечно, меняет дело. А через месяц он сказал, что встреч больше не будет. Сеансы окончены. Заработал на мне сорок тысяч. Снес мне башню и выбросил. Ну, и вам надо было выбросить его. Как вы говорите, из башни. Так я и собиралась. Только потом увидела в кафе его с другой девушкой. Не выдержала и решила отомстить. Понятно. А зачем вы от полицейских-то отстреливались? Ну, так я думала, что я его убила. Как-то я так все неправильно сделала. Вы эту девушку, которую рядом с Горским видели, сможете опознать? Да. Смотрим внимательно. Назад. Она. Она? Она. Я попрошу вас, давайте не компрометируйте меня. Дойдем до машины более непринужденно. Я не убегу никуда. А это вопрос. Я не убийца, я не злодей. Это девушки злодейками оказались. Да вы что? Еще скажите, что не сработало ваше исцеление. Девушки с сайтов знакомств, легкая добыча, они все несчастные. То есть с Яной, с Любой, с Сандрой все действовали по одной схеме, да? Абсолютно. С Яной и Сандрой одновременно встречался. Ну, они мне надоели потом. Познакомился с Любой. Если бы знал, что они с Сандрой подруги, я никогда бы не решился. Так-то не странное совпадение, нет? Ну, я немного интересовался психологией. Они подругами были. Значит, общий круг интересов вот и западали на один тип мужчин. Все объяснимо. Так, и как дальше развивались события? Трагические. Мы как-то с Сандрой ездили на озеро, в Рощино. А Люба проболталась с Сандрой о наших планах на выходные. И Сандре этого охватило, чтобы вас вычислить, так? Парень с того же сайта, на то же озеро. Сандра, она умная была. Потому же я успел ей сказать, что мы расстаемся. Она прибежала в клинику, скандал устроила. Мерзавец. Ловко придумал. Спи с женщинами, они тебе еще и деньги платят за это. В колхоз дело добровольное. Одна дура надоест, а другую такую же на сайте ловишь, да? Ну, дура, это не я сказал, а ты. Подлец. Но я этого просто так не оставлю. Тебе очень не поздоровится. И тебе, и твоей Люби. Какой Люби? Не ври. Ты Любу на озеро позвал. А она была моей лучшей подругой. Так, давай честно. Если бы я знал, что вы подруги, я бы с ней не связывался. Какая свинья, что тебе вообще все равно. Мы с Любой приехали на озеро, поставили палатку. Люба мерзла, чай пила из термоса. Сказала ей, подруга дала чай с травмой вместе со спальником. А на утро... Ну, доброе утро, Любочка. Люба. Люба. Ну, я же врач, и ясно было, что это конец. Я понял, что это Сандра отравила Любин чай. И дико испугался. Испугались чего? Что меня заподозрят в убийстве. А Сандра еще расскажет в полиции о моем мошенничестве. Я же не психолог, а гипотолог. Я думал, место безлюдное найдут нескоро. Ну, а Сандра никуда не заявит, потому что сама отравила чай. Когда меня выстрелили, я решил, опять Сандра... Встретился с ней. Сказал, что люблю ее. Раскаялся. Предложил вместе с ребенком втроем приехать жить в Грузию. Почему именно в Грузию? Ну, я был первым, что пришло в голову. Ну, типа, переедем в новую страну, начнем новую жизнь. Сказал ей, пусть оформляет разрешение на вывоз ребенка у Белкина. На что вы рассчитывали? Честно? Да что Белкин ее прибьет? Ну, а если нет, доеду до Грузии и там сбегу. Что, Степа? Пошла торговля, да? А мы с тобой не договорили. По-моему, договорили. А по-моему, нет. Сейчас в отдел поедем, вот там и договорим. Давай, собирайся. Антон! Давай, Ружку. Куда ж ты, Степа, побежал? Только касса пошла, только выручка пошла, а? Ну, что расскажешь, Степочка? Ты все расскажешь, Степочка, Степочка. Да расскажу, расскажу. Все равно она во всем виновата. Да, конечно, конечно, давай. Пошли. Мне Сандра вчера позвонила, сказала, что хочет встретиться. Я сразу заподозрил недоброе. А что мне с ней разговаривать? Говорю, а по телефону нельзя? А, да нет, надо лично. Ну, вот сама своими руками все и натворила. Мы с Матюшей собираемся в Грузию. Надолго? Навсегда. Не поняла. Мы будем жить в Грузии. Завтра мы с тобой пойдем к нотариусу и подпишем разрешение на вывоз ребенка. Ты что, с дуба рухнула, не будет тебе никакого разрешения. Степа, подумай о ребенке. Там другой воздух, другой климат, солнце, море, фрукты, овощи. А ты сможешь приезжать и видеться с ним. Ты совсем сдурела? Я даже слушать не буду эту чушь. Да я тебя заставлю. Я добьюсь, я пойду к адвокату. Наверняка в твоей торговле куча нарушений. Каких нарушений, проститутка? Что жулик? Соглашайся по-хорошему или я в налоговую напишу. Ох ты твой. А у меня пакет был тяжелый. Получила разрешение? Что хотите, думайте, а я ни о чем не жалею. От такой матери ребенку все равно никакого проку. Ну, теперь так-то и от отца. Проку будет немного. Почему? Посижу. Матвей с Данилой поживет. А когда выйду? А когда выйти, Матвей будет уже взрослым человеком. Вам-то откуда знать, когда меня выпустят? Может, по УДО выйду? Ну да. За похладистый нрав и за примерное поведение. Так, теперь стой. Значит, отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих. Сердце ноет в груди, сил нет никаких. Подожди, а почему горелым пахнет? Чего? А, так это я, я хотел тебе мясо по-французски сделать. Ну, вот видишь, все сгорело и сковородка тоже. Короче, Рите повезло с мужем, а тебе вот нет. Да я все придумала про Риту, она до сих пор не замужем. Ну, прям. Да. И не бывает такого мужа, который бы все умел делать. Чего, прям правда? Тогда я люблю тебя. Безумно. А это откуда? Это я стихи тебе написать пытался. Я люблю тебя безумно. А? Прекрасные стихи. Видишь ко мне ты с горающих звезд. Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев надежно-песчаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий вон. Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова